Учили мои знакомые говорить. Довольно логично. Да, сегодня у нас встреча. Первая сегодня у нас ноября. Мы же сейчас под крылышком. Да, да, да. Можно под крылышком. Слава Богу. Да, слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. И вот. Ну, начнемо, начнемо, начнемо. Я хожу, что я сейчас начну. Процюю. Сейчас готовлю проповедь. Римлянам 5 глава 17 стих. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать жизни посредством единого Иисуса Христа. Аминь. Чтобы царствовать в всему жизни, нужно принять безмирную благодать и дар праведности. Да. Посему как преступление одно всем человеком осуждение, так правдою одно всем человеком оправдание к жизни. Аминь. 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 Не то, что избранным и так далее. Бог простил все грехи. Аминь. Без исключения. Без исключения. Без исключения. Без исключений. Оно. Без исключения. Без исключения. И таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стала преобразовывать благодать. Чтобы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. В темноте фары больше, как вы сказали. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы крестившиеся во Христа Иисуса в смерти Его крестились? Аминь, да. Итак, мы погребли с Ним крещение в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленную жизнь. Аминь, да. Мы новое творение у Христа Иисусе. Да, аминь. Новое творение. Ну, тут что, как сказать, путь освящения. В Иоанна написано, что все мы много согрешаем. И, ну, согрешают все. Согрешают все. Это что, можно грешить? Нет, нельзя грешить. Мы не пришли к Богу, чтобы грешить. Мы пришли освящаться. Но я скажу, что это старое. Вот как забудьте этого старого Я? Апостол Павел пишет в Римлянах в 6 главе, 7 главе и 8 главе, как забудьте этого старого Я? Раз это так, это... Резаная крючка, она жива или мертвая? Ну... Она мертвая. Есть признаки жизни. Так, признаки жизни. Вот так и мы еще. Мы новое творение у Христа Иисусе. А старый этот самок хочет грешить. Хочет грешить и так далее. И как говорит один проповедник, а это вы сказали, что в реанимацию, нет, в морг, в морг, в морг. Врач сказал в морг, значит в морг. Слава Богу. И вот апостол Павел дает. Итак, ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Это апостол Павел закон ототочения с Иисусом Христом. Как неверующим доходит, как быть в Христе Иисусе. Вот неверующие, они понимают больше, допустим, взять вот этих восточных единоборств. Там техника змеи-журавля, техника обезьяны. И не верующие, они начинают, так сказать, себя с этой обезьяной движением и так далее. И они входят в этот образ и у них получается. Они победят. А порою мы, христиане, не можем понять, как же ототочить себя с Иисусом Христом. И тут апостол Павел пишет, как я над этим подумал и работал. Так. Так. Знаю то, что ветхий наш человек распят с ним и был горзин, но было тело греховное. Я старый, Олексий уже распятый. Распятый с ним и помер с ним на кресте. А новый человек, новое творение воскресло с ним, чтобы нам не быть рабами греха, ибо умерший освободился от греха. Если мы умерли от греха, то есть дух, душа и тело. И вот плоть хочет душу тянуть плотьскому, а дух хочет, чтобы душа молилась. Если мы умерли со Христом, то веруем, что жить будем с ним. Зная, что Христос воскреснул из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти, ибо что он умер, то умер однажды для греха. Христос помер для греха, и мы померли для греха. И что живет, то живет для Бога. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми уже для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Прочитали, как бы то, как бы то мы прочитали. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха. Живими для Бога во Христе Иисусе. Я читаю, вот смотрите, как это работает физически. Так и вы, почитайте. Вот я читаю, написано, что Слово Божие живое и действие. Аминь. Когда все будет хорошо. Когда говорят. Да может будет, а может и не будет. Это не Слово Божие. А вот это Слово Божие. И я начинаю читать. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха. Живими для Бога во Христе Иисусе Господи. Я читаю. Раз читаю. Два, три. Я мертвый для греха. Я живий для Бога во Христе Иисусе Господи нашим. Я мертвый для греха. Слово Божие входит в меня. И начинает. Воно проникает до суставов и мозгов. И начинает делать свою работу. Свою работу. И так да не царствует грех в смертном вашем теле. Чтобы вам повинаться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Но представьте себя Богу как ожившие из мертвых. И члены ваших Богу в орудие праведности. Я прочитал это. Осознал это. И я скажу. Я себе представляю Богу. Я мертвый для греха. Я живий для Бога. Я представляю себя. Аминь. 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 И потом бог сказал. Посмотрите. Представь. Сколько звезд. И мы представляем что мы мертвы. И после того как мы представили. Мы исповедуем. Потом говорит. Ты уже не Авраам. А ты Авраам. И Саара. Не Саара. А Саара. И раньше теперь. Представьте, все собрались, а царя кричит «Авраам, иди домой, кушайте» и так далее. Авраам – это отец многих народов. Она называла не существующее, а существующее. И сначала Авраам поверил Богу, потом его сердце, потом он начал представлять, потом он начал исповедовать. Я говорю, я мертвый для греха. Я поверил Слову Божьему. Я говорю, я мертвый для греха. Я мертвый для греха. Живый для Бога. И это начинает работать в мне. Это начинает менять мое сердце. Начинают те пристрасти, которые бушовали в мне. Они начинают слабнуть. Почему? Потому что Слово Божье зазариться в келью и молиться. Не получится. Все равно будет хочется грешить. Я вам говорю. А Слово Божье меняет меня. Мне не грешить. Это значит, чтобы не хотелось. Когда ты подолал грех, то тебе не хочется грешить. А если хочется и ты боишься, что Бог накажет, то ты не подолал грех. Тут апостол Павел пишет, как подолать именно. Как подолать. Аллилуйя. Итак, да не царствует грех смертью в вашем теле, чтобы вам повиноваться ему похоть как его. Итак, да не царствует грех. Два царя не может быть в одному. В одному теле не может два царя. Грех и праведность, допустим, одновременно не могут. Надо праведность на царство поднести, а грех тоди сам упадет. Он подчинится этот самый. Грех смерть на вашем теле, чтобы вам повиноваться ему похоть как его, и не предавайте членов ваших грехов в орудия неправды. Но представьте себе Богу как ожившими из мертвых и членов ваших в орудия праведности. И я, вот тут тоже это, я беру, я свои члены, я кажу, и это чует духовный свет, что я беру свои члены, я представляю Богу как оживши из мертвых в орудия праведности. Я свои члены, 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 что это? Я голову, розум, очи, руки, ноги, туловище, все, что у меня есть. Я все в орудия праведности отдаю, чтобы праведность царствовала, а когда я это сказал, и это пошло в духовный свет, оно начинает царствовать в мне. И грех уже не царствует, грех. Это делается по вере, по вере. Аминь. 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 Так, грех не должен над вами господствовать, чтобы вы, так, ибо вы не под законом, но под благодатью. Мы, люди, есть два таких, как сказать, двоих среди. Есть люди, которые не народжены зорой, они под законом. Закон у нас действует. А мы под благодатью. Мы искуплены, искуплены. И вот я, чтобы закони не действовали, вот, например, ну, такие закони, как, допустим, второзаконная, там, п'ята глава. Я наказую за грехи батьков по третье, четверте поколение и благословляю по тысячам поколений, любящих меня. Я из-под этого закона, когда я вернулся в Иисуса Христа, я из-под этого закона, из этой страны, можно сказать. Я в другую страну переселился. Не действует благодать. А этот закон не действует. Иисус стал грехом, чтобы мы стали праведностью. Иисус стал проклятием, чтобы мы наследовали благословение. И вот даже взять то, что в старом заповеде написано, что я наказую за грехи батьков по третье, четверте поколение. И это уже на меня не действует, потому что я под благодатью. И благословляю по тысячу поколений, любящих меня. Это благословение через Иисуса Христа на меня действует. И вот это все. Иисус стал проклятием. Вот допустим в законе 28 глава, что я благословлю тебя в поле, в дороге, в доме и так далее, и так далее. А дальше идут там, а кто не будет слушать меня, я прокляну и так далее, и так далее. Иисус сказал, что мне для меня действует, потому что я под благодатью только благословение. А что проклятие ты не принимаешь? Не принимаю. Иисус за это уже пострадал. А благословение на меня действует. О, какой ты хитрый. Я не хитрый, я мудрый. Это написано вот тут. Пробачьте, пробачьте. Нет. Я не скажу того, что не написано. Потому что... Человек и женщина... Не. Хлопец и девушка... Зустричаются. Зустричаются. И они любят друг друга. И они хотят завести семью, хотят завести детей. И чтобы была полноценная семья, надо заключить договор, завет, шлюб, заповедь. Потому что почутки могут пройти. Почутки могут быть обстановлены, могут и измениться, могут увидеть какую-то... Какую-то там... Кращую, молодую, или что. Но есть завет. Он заключил завет. Завет и в этом. Вот, допустим, я люблю обряд венчания. Там написано, что... Я, Олексій, беру тебе, Галину, за дружину. И обещаю тебе верность и честность подружню. И не оставлю тебя до смерти. И этому поможет мне Боже в троице святых единого. И все святые. И она. И я, Олексій, беру тебя за человека. Мы с ней заключили завет. И я не скажу того, что мне не написано в Слове Божьем. В Слове Божьем написано, что благословение Авраама належит мне. А благословение – это здоровье, долголетие, процветание. Дети мои будут здоровы, безопасность и так далее. И так далее. Я претендую на это. Я претендую на что? Потому что написано, что когда ты станешь христианином, когда ты веришь – это принадлежит тебе. Где? Это написано. Если бы это не было написано, я бы на это не претендую. Аллилуйя. Слава Богу. Идем дальше. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того и вы рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушанию к праведности? Да. Я сказал до этого, что я свои члены отдал в рабы праведности, в рабы Богу. Я раб Божий, Алексей. Благодарение Богу, что вы были прежде рабами греха, от сердца стали послушными тому образу учения, которому предали себя. Это учение Иисуса Христа. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Так, и я беру, это прочитал. Я освободился от греха. Я раб праведности. Я раб праведности. Я это повторяю. Говорю по рассуждению человеческую. Ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены вашего раби на чистоте и беззаконии, на дела беззаконные, так ныне представьте члены вашего раби праведности на дела святые. Аллилуйя. Аминь. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели? Такие дела, какие ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, я повторяю, я раб Богу, я раб Божий, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная, ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Аллилуйя. Аллилуйя. Да, да, да. О, дальше, дальше все, еще круче тут апостол Павел вообще. Разве не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замуженная женщина привязана к закону живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Он не сколько за женщину, за замужество, как то, что мы умерли для закону. Что мы умерли. Потому что мы померли. Мы померли в Христе Иисусе, мы в смерти охрестились и воскресли с ним. Мы померли для греха. Поэтому если при живом мужа выйдет за другого, называется перелюбодейницей. И если же умрет муж, она свободна от закона. Не будет перелюбодейницей выйдет за другого мужа. И так вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых. Аминь. Да, да, приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда в страсти греховное обнаружение с законом действует в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне умерший для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой Божьей. Что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Ну, закон это непогано. Не убей, не укради, не прелюбодействуй. Это непогано. Но я, но закон не давал, не животворил. Он давал життя. Життя дает Иисус. Благодать его дает. Закон пришел, чтобы мы познали грех. Если бы не было ни убей, ни украде, так можно красить. Что же я скажу? Неужели от закона грех? Никак. Но я иначе не знал бы грехов посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожеланий, если бы закон не говорил. Мне пожелать. Но грех, всякий повод. От заповеди провязывал мне всякие пожелания. Ибо без закона грех мертв. Я жил. Некогда без закона. Но когда пришла заповедь, то грех ожил. А я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех взял под заповеди, обочтил меня, умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. И так неужели доброе сделалось не смертоносным? Никак. Но грех, оказавшийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповедей. Ну да. Пришла заповедь, и грех ожил. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плачан, продам греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то заложаю с законом, что он добрый. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне не грех. Ибо знает, что не живут мне то есть плоти моей добрые. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, того не нахожу. Доброе, которое хочу, не делаю, а злое, которое хочу, делаю. И если же делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю, но живущий во мне не грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Я закон земного тижения. Про что тут Павел пишет? Я знаю, как правильно, и хочу сделать правильно. Хочу и пытаюсь сделать правильно, а делаю неправильно, неправильно. И я нахожу, что есть закон. И вот это закон земного тижения, 13 этаж. Сколько не кидай туда что-нибудь, оно вверх не полетит, оно полетит вниз. И так, и это закон. Вот хочу сделать, а вот я, плоть моя продана греху, и я не могу это сам. И как мне освободиться? Освободиться вот это. Есть, тут Павел пишет, тут такая красота, что слава Богу. Аллилуйя вообще. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие с законом Божьим, но в членах моих вижу иной закон противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим. И так тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха. И казалось бы, все, апостол Павел говорит, ну все, ну все, слава Богу, во Христе Иисусе я… Вот тут, в начале, как именно будь в Христе Иисусе, как не виходить из Него, потому что все мы берем вірою. Мы все вірою берем. И у нас, и мы так, когда сидим, общаемся, Аллилуйя, я во Христе Иисусе. Пришел какой-то соблазн или еще что-нибудь и так далее. И мы что-то сделали, ненавидим себя и так далее. А все это берется вірою, что ты во Христе Иисусе берешься вірою. Вообще все христиан берется вірою. Віра – это инструмент. Теряется страхом, а берется вірою. Аллилуйя, Аллилуйя. Да, сто процентов. Вот сейчас, сейчас самое основное. Это бомба. Это все вообще. Это бомба. Итак, нет ныне никого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Есть закон земного тяжения, есть гравитация, есть левитация, есть другой закон. Допустим, когда мы летим в самолете, закон реактивной тяги, он больше, чем закон притяжения. Короче, как жить не по плоти, а по духу. И тут все не грешите. И все не грешите. И ты будешь жить не по плоти, а по духу. А вот тут написано, как жить. Как жить. Как жить. Во Христе Иисусе не выходит. Теперь я потихоньку, по буквам. И так нет ныне никого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Чтобы жить по духу во Христе Иисусе, не нужно иметь никакого осуждения. То есть не судить других, если видишь какие-то переживания. Первый себя не судить. Прийдет дьявол и скажет, ты грешный. На этой неделе грешил. Ты не достоин благословения. А ты скажешь, нет никакого осуждения. Я не виноватый. Дьявол пошел вон на Христе. Вот там мое осуждение. Вот там бичевание. А я законно. Вот тут написано. Я законно маю право на благословение. Законно. Аллилуйя. Благословение Абраама. Через Иисуса Христа належит мне и финансовое, и здоровье, и моим дитям, и безопасность и все. И я не требую то, что не написано. Я не требую то, что не написано. Аллилуйя. Слава Богу. И вот я над этим сейчас працюю. Я ж надеюсь, что вы в этом интернете не выставите. Аминь. Очень хорошо. Очень важно и актуально. И это действительно в духе и в истине. Аминь. 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 Слава Богу. Аминь. И только как написано. Спасибо. Аминь. 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 Как эти законы веры на себя, что я читаю, оно входит в меня, потом меняет мое сердце, потом я исповедую, что я умер для греха. А почему я умер для греха? Потому что написано, что я мертвый для греха, а я живый для праведности. Я праведный, я это правозглашаю, это входит в меня, Слово Божье, и меняет меня, и меняет меня. И потом, когда я насколько уже грех не может в нашем теле царствовать, и грех, и праведность, нет. Когда мы праведность вознесли, чтобы она царствовала, грех просто падает сам, как шелуха. Самое основное, что я работаю над собой, не сколько это, а над собой. Любая проповедь, в первую очередь, работает над собой. Аллилуйя. Любая проповедь, если это помазанная проповедь, это в первую очередь, работа над собой, потому что что имеет, то даю. Это действительно откровение свыше, тогда оно работает в тебе, это слово, обоеду острый меч, и оно работает тогда на братьев, сестер. Слава Богу. Слава Богу, да. Аллилуйя. Аллилуйя. Ой, души тебя круты. Слава Богу, да. Алексей Иванович. А хотелось бы сказать, по поводу греха, по ходу прощай. Такой чай уже остыл, может еще сделать? Да, я... А мне можно... Да, пожалуйста. Это как заварка, да? Да, да, да. Крупный листовой, получается зеленый чай. Ой, блин, тряпочка. Вот у меня тряпочка только... Сейчас, где она? На белорусском анучке. А, здесь, здесь, анучка. Анучка. Значит, что анучка. Анучка. И украинский тоже анучка. Можно анучка? Да. А, белорусы на тросянке говорят, трапка, трапка. Ну, что у нас это, что... Ну, что многое за мамы. А портянка? Ну, да. На русском так, да. Мне портянки нравились. Сейчас в Белоруссии уже запретили. Только специальное белье для армии. Ну, натовские образцы. А, как это... А, убирается. А, да-да-да. Я забыл. Вот так вот как-то, да? Слава Богу. Слава Богу, да. Просто хотел по ходу распространять. Спросите отца. Слава Богу. Слава Богу.